Пришло время расстаться с прошлым. Тюменское музейно-просветительское объединение продолжает акцию музей 140. Горожанам предлагают внести свой вклад в музейные фонды. Для этого достаточно перебрать личные вещи. Опыт показывает, что в темном углу может пылиться большая история. Татьяна Воротилова уже увидела несколько интересных экспонатов. Здесь можно оживить сказку о золотой рыбке. Корыто есть и большое и маленькое. Такие были в 20-х годах в каждой крестьянской семье. Сибиряки побогаче могли позволить себе вещи заводские, даже в миниатюре. Например, набор игрушечной посуды из дерева и железа. Его принесла в музей тюменка, которая 80 лет назад открывала дверцы этих шкафчиков. На самом деле очень поразила посуда. Это выставлена только часть, а там есть маленькие тарелочки железненькие, маленькие кастрюльки, вот сковородочка, чайничек. То есть этим все играли. Дарительница предпочла имя свое не афишировать, как и остальные земляки. Те, кто откликнулись на призыв музея расстаться с прошлым. Вещи, которые хранили в темном чулане или гараже, сейчас ждет звездный час. Принимают не только вещи, но и связанные с ними семейные легенды, готовы выслушать хранителей истории. Не исключено, что это может войти в историю большую и помочь по-новому взглянуть на прошлое, настоящее и будущее. Например, фарту гимназистки 19 века – большая редкость. Теперь он есть в музее Славцова. Сохранился, правда, только верх, но в отличном состоянии. С реликвией тюменка рассталась, рассказав увлекательную историю. Это предмет принадлежал ее бабушке, которая училась в Симбирской гимназии, в женской Симбирской гимназии, в той же гимназии, где в это же время учился Владимир Ильич Ленин. Бабушка рассказывала, что даже она на каких-то совместных мероприятиях видела этого молодого человека. Большая ценность для музеев и бумажные документы. Эти рассказывают об истории образования. Они личные, оттого еще интересней. Документы здесь разные по годам. Есть, пожалуйста, документ 909 года, документы 1939 года. Платье 30-х годов, галоши того времени обязательно на каблуках. Чернильница, которая навсегда впитала в себя прошлое. Здесь представлены рубашки, в том числе мужская рубашка 30-х годов. Здесь пуговички сделаны из раковин, то есть это не пластик. Здесь уже сотни новых тем для экскурсий. Первая пройдет в конце года, а пока двери открыты для всех дарителей. Татьяна Воротилова, Андрей Захаров, Тюменское время.